При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Сегодня мы поговорим о расхождении в звукобуквенном составе слова. Такое происходит, если в слове есть непроизносимые согласные звуки, как, например, в слове «солнце», где есть непроизносимый согласный, обозначенный на письме буквой «л». Поэтому в слове «солнце» у нас 6 букв, но 5 звуков. Расхождение в звукобуквенном составе слова происходит и в том случае, если в слове есть удвоенные согласные. Так, удвоенная согласная «с» обозначает один долгий согласный звук «с». Удвоенная согласная «н» обозначает один долгий согласный звук «н». Поэтому в слове «бессонный» 9 букв, но 7 звуков. Расхождение в звукобуквенном составе слова происходит и в том случае, если в слове есть ютированные гласные – «е», «ё», «ю», «я». Они обозначают два звука в разных позициях. Например, в начале слова. Как в слове «яма», буква «я» обозначает два звука – согласный, звонкий, мягкий «е» и гласный «а». Поэтому в слове «яма» три буквы, но четыре звука. Ютированные гласные обозначают два звука в позиции после гласного, как в слове «пою». Буква «ю» обозначает два звука, так как находится после гласного. Ютированные гласные обозначают два звука в позиции после мягкого или твердого знака. Как, например, в слове «с е». Буква «е» обозначает два звука. Но в слове «с е» количество букв и звуков совпадает, так как буква «твердый знак» звука не обозначает. Расхождение звука в буквенном составе слова происходит и в том случае, если в слове есть мягкие или твердые знаки, которые звуков не обозначают. Так, в слове «конь» у нас 4 буквы, но 3 звука, так как есть буква «мягкий знак», она отдельного звука не обозначает, а обозначает мягкость предыдущего согласного. Теперь давайте вспомним, что мягкий знак после шипящих пишется только у существительных третьего склонения. Например, в таких словах как «мышь», «дочь», «рожь» – это существительные третьего склонения, так как это существительные женского рода. У других существительных, относящихся к другим типам склонений, мягкий знак после шипящих на конце не пишется. Например, «плащ», «мяч», «нож» – Это существительное мужского рода второго склонения. Мягкий знак не пишется. Из-за туч. Мягкий знак не пишется, так как это существительное первого склонения стоит в форме родительного падежа множественного числа. Среди училищ. Мягкий знак не пишется, так как это существительное училище второго склонения стоит в форме родительного падежа множественного числа. Продолжение следует...